Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с последствиями по НДФЛ при продаже единственного жилья. Именно данному вопросу посвящен законопроект, реквизит которого вы видите. Данный законопроект был подготовлен группой депутатов Государственной Думы. К ним также присоединился сенатор Российской Федерации, но по фамилиям можно понять, что это представители от ЛДПР. Общий смысл законопроекта заключается в том, что доходы от продажи единственного жилья не будут облагаться НДФЛ, независимо от срока владения жильем, в том случае, если такая продажа необходима для улучшения жилищных условий граждан. Так, предлагается внести в статью 217.1 Налогового кодекса новый пункт 2.2 и установить следующее условие для освобождения от НДФЛ доходов от продажи единственного жилья. Во-первых, это то, что после продажи приобретение нового жилья должно быть осуществлено до 30 апреля года следующего за годом продажи. Второй момент – это то, что кадастровая стоимость и площадь старого жилья ниже, чем, соответственно, стоимость и площадь нового жилья. Ну, как я сказал, то есть необходимо улучшить свои жилищные условия. Ну и, наконец, стоимость продаваемого жилья не должна превышать 50 миллионов рублей. Следует заметить, что в пояснительной записке к законопроекту авторы особо не обосновывают необходимость внесения соответствующих поправок, просто пересказывая текст законопроекта. Следует заметить, что пока на законопроект нет заключения правительства, однако можно предположить, что, скорее всего, правительство выступит против такой инициативы, поскольку она повлечет потери бюджетов субъектов Российской Федерации, ну и местных бюджетов. Также вряд ли стоит ожидать, что данную инициативу поддержат большинство депутатов Государственной Думы. Поэтому перспектив у данного законопроекта особо нет. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.